Здравствуйте! В эфире совместный проект телеканала МВС и агентства Инфомаркет в теме. Для того, чтобы выполнять свои функции в ближайшие два месяца, а именно столько остается до парламентских выборов, правительству снова не хватило законов. В сентябре, как и в июле, Кабмин выбрал ряд законопроектов, принятых парламентом в первом чтении и утвердил их самостоятельно, под свою ответственность. В июле правительственных законов было 11, на этот раз их 7. Два закона касаются надвигающихся холодов. В их числе закон о некоторых мерах по процедуре банкротства акционерного общества Термаком. Несмотря на всю болезненность этого процесса, перед началом отопительного сезона, жителям столицы важно знать, что тепло будет поступать в их дома, и не важно теперь, как будет называться этот поставщик. Закон об импорте мазута для осенне-зимнего периода 2014-2015 года. Этот вид топлива до 31 марта 2015 года освобожден при импорте от экстезов и НДС. Другие три закона приняты в поддержку экономических агентов, пострадавших от российского эмбарго. Далее по списку. Закон о внесении и изменении дополнений в закон о госбюджете на 2014 год. Фактически осуществлены корректировки, связанные с последствиями эмбарго, а также девальвация национальной валюты. Это тот случай, когда в госбюджете запланированы выплаты международным организациям в леях, тогда как взносы перечисляются в валюте. Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты касается изменений в пятый раздел налогового кодекса, в закон о государственной системе социального страхования, в кодекс о правонарушениях. Здесь речь идет о поддержке со стороны государства, производителей и переработчиков фруктов и винограда путем отмены действий по принудительному исполнению налоговых обязательств. Другой закон о внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты касается четвертого раздела налогового кодекса в части предоставления налоговых льгот производителям и приобретателям дистиллятов, полученных на основе вина. Любопытные изменения в законодательство внес еще один закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты. Этот документ затронул законы о Нацбанке, закон о финансовых учреждениях, публичном долге в редакции 2006-2014 годов. А любопытны эти редакции потому, что прописывают в молдавском законодательстве ранее не встречавшиеся понятия системный финансовый кризис. Кроме того, если таковое происходит, Нацбанку предоставляются дополнительные полномочия, а правительство и Минфин могут даже купить акции банков, но не деньгами, а специально выпущенными для этого государственными ценными бумагами. Речь идет не только о кризисе, который может возникнуть в банковской системе и возможности Нацбанка выдавать экстренные кредиты, но и о возможном кризисе неплатежей со стороны государства по внутренним и внешним государственным долгам и гарантиям. Другими словами, авторы этих изменений настолько хорошо осведомлены о чем-то, что вступление в силу этого закона вошло в число приоритетов работы правительства на ближайшие два месяца до истечения его мандата. Я боюсь посеять панику, но если в законодательстве прописывается понятие системный финансовый кризис, то лучше бы оно прописывалось в рабочем порядке, так сказать, в рутине парламентских сессий, нежели срочно и решением правительства. Но продолжим по списку. Срочность принятия седьмого закона о провозглашении общественной полезности работ национального значения по реабилитации нескольких централизованных ирригационных систем также навеивает определенные мысли. Документ утверждает экспроприацию недвижимого имущества, то есть земли и строений в 27 населенных пунктах в 8 районах Молдовы. Возмещение убытков собственникам будет осуществляться за счет публичного учреждения Фонда вызова Тысячелетия Молдова. Проект вроде бы направлен на то, чтобы уже к будущей посевной кампании Молдова восстановила большую часть ирригационных систем. Но почему правительство выбрало только этот закон как наиболее срочный? Раз уж брать на себя ответственность, причем во второй раз, можно же было принять и другие не менее важные законы, одобренные парламентом в первом чтении. Приведу только один пример. В июле этого года парламент принял в первом чтении проект закона о продвижении использования возобновляемых источников энергии. Документ устанавливает обязательные национальные задачи относительно доли энергии из возобновляемых источников в конечном валовом потребления энергии, а также доли энергии из возобновляемых источников, используемой на транспорте. Документ регулирует принципы и задачи госполитики в области использования возобновляемых источников энергии, А именно условия интеграции возобновляемых источников энергии в национальную энергетическую систему, условия деятельности по производству, транспортировке, распределению и продаже электроэнергии из возобновляемых источников биогаза и жидкого биотоплива, схемы поддержки продвижения возобновляемых источников энергии, способы информирования о возобновляемых источниках энергии, основные направления сотрудничества в данной области. Законный проект определяет цель. К 2020 году доля энергии из возобновляемых источников должна составлять минимум 17% в конечном валовом потреблении энергии и минимум 10% на транспорте. И что не менее важно для нынешнего правительства, правительства евроинтеграции, данный закон входит в число невыполненных целей европейской повестки Молдовы. Этого закона ждут все. Сначала бизнес, затем потребители. Кстати, на этой неделе в Молдове была официально запущена работа новой некоммерческой организации. Ассоциации патронатов в области энергетики. Новая структура призвана продвигать единую позицию относительно национальных и международных учреждений всех участников рынка. Производство, транспортировки, дистрибьюции и поставки тепловой и электрической энергии, произведенные как из традиционных, так и альтернативных источников. Основными целями Ассоциации патронатов в области энергетики провозглашена защита прав и интересов членов организации в отношении с госучреждениями, профсоюзами и другими неправительственными организациями. Это консолидация местного рынка энергетики и формирование энергетической стратегии. Это повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности энергорынка. Это поддержка в процессе внедрения третьего энергетического пакета. Повышение эффективности и безопасности в этой отрасли. Сегодня членами организации являются 23 компании энергетической сферы Молдовы. Хотя создана она была по инициативе всего четырех участников рынка. ТТЦ-1, ТТЦ-2, компании «Газнатурал Финоса» и компании-производители энергии из возобновляемых источников SolarTech Energy. Кстати, эта французская компания за последние три года инвестировала около 1 млн евро в обучение персонала и техническую подготовку специалистов в области возобновляемой энергии. Создала десятки проектов, демонстрирующих работу систем, использующих энергию солнца и ветра. Об одном из проектов уже много писалось. В коммерческом центре Porsche в рамках программы MASEF установлены солнечные батареи, генерирующие 420 мегаватт электроэнергии в год, совмещенные со стандартной электросетью. Директор SolarTech Energy Франк де Борне по этому поводу заявил, «Мы показали, что возобновляемые источники энергии – хорошие решения для Молдовы, учитывая то, что более 90% энергии страна импортирует. Но из-за отсутствия законодательства в этой сфере дальше мы развиваться не можем. Мы не можем реализовывать проекты стоимостью 30-40 млн евро». Таким образом, Франк де Борне публично выразил возмущение тем, что власти страны не могут принять законодательство в области возобновляемых источников энергии. Не давая возможности гражданам использовать альтернативное топливо. Он предположил, что намеренное затягивание процесса связано с интересами определенных групп игроков рынка. Десятки новых законов, принятых парламентом в первом чтении, ждут своего рассмотрения во втором. До выборов еще два месяца, и правительство снова может заглянуть в парламентскую канцелярию. Вдруг найдутся законопроекты, принятые парламентом в первом чтении, но без которых Кабмин не представляет, как будет работать в ближайшие два месяца. В своей книге «Алхимик» писатель Пауэлло Коэльо сказал, что случилось однажды, может никогда больше не случиться, но то, что случилось в два раза, непременно случится и в третий. Это была программа «В теме» совместный проект агентства Инфомаркет и канала МБС. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok